Вышла статья очень интересная. Не хотела вообще говорить, но, думаю, надо сказать. Тут статья насчёт Волочковой и её дочери. У дочери Волочковой выпускной вечер. Она закончила, вероятно, школу. И такая ситуация. Значит, на каждую семью якобы выдавали по три билета. Они должны где-то провести вечер. Но тут говорится о том, что якобы Ариадна вместо знаменитой мамы решила взять с собой отца Игоря Вдовина и его новую жену, телеведущую Елену Николаеву. Мириться с таким положением Волочкова не намерена. И она учинила скандал. Она, значит, позвонила в колледж и потребовала, чтобы ей тоже дали билет, так как она является матерью. Ей высказали, что она может написать заявление на получение дополнительного билета, а специальная комиссия примет решение. Я хочу сказать, что ситуация вот в этой семье, вот этой семейке, видать, не всё гладко. Не всё гладко. И вот решили, значит, дочь сделать яблоком раздора. Они знают, что Анастасия будет скандалить. Колледж взял на себя дурную славу, потому что, зная, что родители не живут вместе, а выпускной вечер у ребёнка будет один-единственный, и мать должна присутствовать, Но они таким образом, вот, таким образом, вот эта вот парочка решила решить вопрос. Видать, не всё в семейке гладко. Тут стоят такие условия, вероятно, что давай насолим вот Волочковой. И решили таким образом решить вопрос с колледжем, чтобы таким образом не выдавать билет Анастасии Волочковой. Господа, вы не знаете, что Волочкова, да, действительно, если она напишет заявление, но она напишет заявление не сюда, а в прокуратуру. И правильно сделает решать таким образом вопрос свой семейный между вот этой вот парочкой новой за счёт, как говорится, ребёнка ставить его яблоком раздора. Это неправильно. А я думаю, на месте Волочковой надо написать прямо сразу в прокуратуру. Не разбираться, не этот самый, написать заявление в прокуратуру, и пусть этот колледж немножко нервы им пощекочет. И тогда колледж попадёт на крупную сумму. Как так, не пустить, значит, мать девочки на выпускной бал? Это свинство. Это не просто свинство. Это даже, можно сказать, преступление. Наглость со стороны колледжа. Мне Волочковой никто. Мне на неё Фиолетова. Но я преподаватель по образованию. Как так? Вы, коллеги, вас даже коллегами нельзя назвать. Как вы так поступаете по-свински? Это свинство с вашей стороны. Если вот этот вот тип, он бизнесмен, если он кидал деньги на ваш колледж, то это не говорит о том, что вы должны наглеть наглость по отношению к матери ребёнка, какая бы она, Волочкова, не была хорошая, плохая. Это не вам судить её. Не вам её судить. Она как хочет, так и живёт. Да, она скандалит. А почему она скандалит? Она правильно делает. И вы специально провоцируете Волочкову на скандал. Да, вот этот мужик, вот этот вот, бизнесмен, таким образом хочет самоутвердиться. Вот я правильно сделал, что разошёлся с Волочковой. А теперь у меня хорошая жена. Глупый мужик думает, что, сделав вот такую ситуацию, как яблоко раздора, последний выпускной вечер, он делает себе плюс. Нет, он делает себе огромный минус. Это говорит о том, что он не уверен в себе. Не уверен в себе. Поэтому решает вопрос вот таким образом. А Волочкова должна прямо написать исковое заявление на колледж, что вот такая ситуация, и они таким образом идут на поводу у отца, ребёнка. Хотя, зная, что родители живут раздельно, должны были дать билет и нам, для матери. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь? Развитию канала под роликом есть расчётный счёт. Господа, вы ещё ответите в суде. Волочкова так просто не оставит это дело. И правильно сделает, господа, колледж, который вот обучал вот эту Ариадну. Наверное, вы тоже учили её делать такие вещи пакостные. Как может быть, как могут преподаватели творить вот такие пакости? Я не знаю. Я в шоке. Вот, я в шоке. Я бы разгромирала ваш колледж за такое отношение.